Начинаем выпуск с по-настоящему хорошей для нашего города новости. Последние сутки обошлись без новых заражений коронавирусом. При этом увеличилось количество выздоровевших. Выписались сразу 6 человек. Теперь общее количество излечившихся 10. Ну и самая показательная цифра. Карантин закончился для 285 человек. Это, пожалуй, самое большое число снятых с контроля в Норильске. На карантине остаются всего 48 человек. А тем временем в самом Красноярском крае не все так хорошо. Только за последние сутки прирост 504 заболевших. По данным оперштаба, 440 из них это работники полюса в северо-енесейском районе. Всего же по краю 49 человек выздоровели. Один, к сожалению, умер. Под медицинским наблюдением на дому находится 1101 человек. Также продолжается забор материалов для тестирования на COVID-19. И общее число проведенных тестов в регионе почти перешагнуло 140-тысячный порог. И важная новость из Дудинки. Там, несмотря на закрытие границ города, официально зарегистрирован первый с начала пандемии случай коронавирусной инфекции. Еще два человека ожидают подтверждения диагноза. Далее о том, как власти пытаются помочь ситуации, ставшей сложной еще и экономически. Помимо 5 тысяч на детей до 3 лет и единоразовых 10 тысяч на детей от 3 до 15 лет, родители малышей от 3 до 7 лет получат еще один вид ежемесячных президентских выплат. На них с 20 мая начали принимать заявления на портале госуслуг в многофункциональном центре и в управлении соцзащиты. Получат выплату семьи, в которых средний доход на каждого не превышает величину прожиточного минимума. Для Норильска это 17 300 рублей. Размер же самого пособия по 50% прожиточного минимума на каждого ребенка. Выплату будут считать с 1 января, то есть если обратиться в июне, то выплатят все деньги за предыдущие 5 месяцев. В соцсетях норильчане активно обмениваются впечатлениями о дезинфекции своих подъездов. Кто-то говорит, что видит уборщиков, кто-то, что в его доме ничего не делается и цитирую, даже запаха хлорки нет. Коммунальщики на этом фоне решили уточнить, чем уборка отличается от дезинфекции и чем в подъезде должно пахнуть. Чистка подъездов Норильска идет согласно договорам управления. Периодичность санитарной уборки такая. До третьего этажа влажное подметание ежедневно, кроме выходных. Выше третьего уровня также своя последовательность. В домах с лифтами два раза в неделю, в домах без лифтов три раза в неделю. И речь идет только о влажном подметании. Мытье стен, перил, оконных блоков, радиаторов, отопления, почтовых ящиков осуществляется один раз в год в летний период. И если люди хотят увеличить периодичность мойки и уборки подъездов, им рекомендуют провести собрание собственников жилья. Только коллективным решением можно определить цикличность этих работ, а также во сколько это обойдется самим жильцам. Северный быт, по словам коммунальщиков, единственный ЖЭК в городе, который проводит такие процедуры четыре раза в год. Что же касается дезинфекции, добавляют специалисты, она ежедневная. Обрабатывается входная группа, ручки на дверях, почтовые ящики, перила, кнопки вызова лифта и панель управления в самой кабине подъемника. Для понимания, под дезинфекцией не предусматривается полностью мытье подъезда. То есть это идет именно обработка дезинфицирующими средствами, контактных поверхностей. То есть поэтому, если у жителей возникает вопрос, что, допустим, дезинфекция не производится, либо они не видят этого, они в принципе этого не могут видеть, потому что как такого запаха не будет от веществ обрабатывающих. И, соответственно, не будут видны следы на полу, на стенах. Напомним, ранее пять тонн антисептика выделила городу компания Нурникель. И как раз про помощь Нурникеля и не только. Российские СМИ составили целую карту благотворительности крупного бизнеса, который помог противостоять пандемии. На первом месте среди российских меценатов самым большим вкладом глава Нурникеля Владимир Потанин. На помощь медикам, владельцам малого бизнеса и населению тех регионов, в которых находятся промышленные активы компании, направлено 11,5 миллиардов рублей. Всего же в списке 10 меценатов со всей страны суммы вложений в борьбу с коронавирусом остальных участников значительно скромнее, варьируются от 2 миллиардов до 180 миллионов рублей. В основном эти средства направлялись на переоборудование больниц, закупку для них аппаратуры, автомобилей, на приобретение средств индивидуальной защиты. В этом смысле примечательно, что помощь, направленная Владимиром Потанином и Нурникелем, охватила гораздо больший спектр получателей. 11,5 миллиардов – это сумма не только на помощь медикам, но и на поддержку малого и среднего бизнеса, а также НКО, социальных предпринимателей и многих других. Ранее Владимир Потанин распорядился ввести каникулы по арендным и коммунальным платежам для более чем 100 предприятий малого бизнеса, объявил о кредитных каникулах для получателей суд от компании на развитие социального предпринимательства. Бизнесменам НПР также предложили бесплатные онлайн-курсы, консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам. Открывающиеся после перерыва предприятия в сферу услуг, торговли, служб доставки компания помогает снабдить средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Одной из самых пострадавших от пандемии в сфер остается туризм. Отрасль потеряла полтора триллиона рублей. Государство решило помочь миллиардными субсидиями. Идея в том, чтобы эти деньги пошли на возвраты туристам, заплатившим за отдых, но не сумевшим им воспользоваться. Но туроператоры настаивают, что субсидий мало. Теперь Ростуризм просит о помощи и глав регионов. А для людей главное, откроются ли этим летом хоть какие-то направления для отпусков. Федеральные власти планируют, что с 1 июня начнут выходить из карантина санатории с медицинской лицензией, некоторые отели коттеджного типа и апарт-отели. Когда же наречанам ждать вылета на море и есть ли альтернативы, мы спросили у руководителя одного из местных турагентств. Эльвира, расскажите, пожалуйста, в какой ситуации сейчас находится туротрасль как Норильска, так и России? Ну, в целом, вы понимаете, что ситуация, в принципе, идентичная, что в Норильске, что в России. По одной простой причине, в силу того ограничения с COVID-19, у нас минимальные возможные передвижения по России. По сути, даже если бы объекты были открыты, то, к огромному сожалению, попасть к месту своего отдыха практически невозможно, потому что регионы ограничили передвижение как авиасообщение, как ЖД-сообщение, автобусное. То есть, собственно говоря, мир несколько стал разрозненным. У нас идет большой вопрос, как в дальнейшем будет отрасль работать, потому что невыполненных обязательств перед клиентами, да, огромная масса, в силу того, что с 27 марта прекратилось международное сообщение, и, собственно говоря, несколько позднее начали ограничиваться, далее вводиться ограничения передвижения внутри страны. Чем сейчас живете вы и ваши коллеги? Взяли субсидии или, может, кредитов набрали, чтобы, например, аренду оплачивать? В субсидии, понятно, что это безвозвратные финансы, да, то есть нам что-то помогает, ну а в части кредитования и так далее, каких-то льготных, но здесь на усмотрение все-таки, наверное, каждой компании индивидуально, насколько у них была обеспечена подушка безопасности. Самое важное – это как раз принятие вот этих вот отсроченных, да, возможностей выполнения обязательств. Для нас, на самом деле, это самая-самая-самая большая задача. Если вы все-таки забронировали, у вас оплаченный продукт, мы предлагаем вам перенести свой отпуск, да, или свое желание отдохнуть, воспользоваться, по крайней мере, вашими забронированными услугами в отложенном сроке. Пожалуйста, выбирайте либо осень этого года, да, либо весну следующего года, и вы, соответственно, сможете свои услуги получить. Поменялся ли механизм возврата денег? Он такой же сейчас сложный, долгий или чуть-чуть полегче стало? Крупные туроператоры как раз не пошли на распечатывание этих персональных фондов ответственности, это могу точно заявить, вот, потому что условия были не совсем подходящими. Это требование пополнения до определенной суммы на сей момент, который невозможно. Все приостановилось, движения финансов таких нет, продаж никаких нет, да, то есть где весь мир стоит, брать эти пополнения. А если все же представить лучший сценарий в этом ключе, ну, наверняка есть люди, которые все-таки, ну, смогли получить свои деньги назад. Вот механизм возврата средств, он какой сейчас? Мы подали заявку или запрос, без разницы, есть туроператоры, авиакомпании, осуществляли. Все это происходило буквально до середины апреля. И то не по всем операторам и не по всем авиакомпаниям. На сегодняшний день никаких возвратов, никаким авиакомпаниям, соответственно, ни по каким туроператорам не ведутся практически никакие. Поэтому, когда это будет производиться, мы не знаем. Какие сейчас прогнозы на внешний и внутренний туризм, что откроется быстрее всего? Краснодарский край все-таки будет первым, да, вроде как бы следом идет Крым. Но вопрос по поводу массовости очень сложно его все-таки прогнозировать. Я думаю, что некоторые люди, может быть, сами сейчас ограничатся какими-то передвижениями в силу определенных, да, то есть боязни какой-то. Ну и потом два месяца находились дома, есть, может быть, какие-то финансовые потери семейные. Будут ограничения вообще в самих объектах размещения, то есть, например, объект размещения предполагал принятие 100 человек, да, сейчас, возможно, этого не произойдет. Если взять по международному туризму, турки наши любимые, да, то есть партнеры, они говорят, что да, мы чуть ли не там с 20 мая готовы принять и так далее. Нет, конечно же, нет. Вопрос идет в том, что позволит ли наше правительство, наши, вернее, компетентные органы, которые могут решать, можем ли мы, является ли для нас безопасным такое передвижение. Август – это самый-самый оптимистичный, ну, по крайней мере, наши, если лично мой взять, все-таки очень, надеюсь, сентябрь-октябрь, да, полетим. Вы можете порекомендовать места или курорты, где нет массового туризма и большого скопления гостей? Скорее всего, это будут какие-то туристические, экологические маршруты внутри страны, то есть пусть даже та же Сибирь, там, Урал, но здесь, скорее всего, будет вопрос, готов ли сам турист ехать по таким маршрутам. Они на самом-то деле существовали всегда, они есть, да, то есть их постоянно туроператоры пытались донести, туроператоры сейчас на самом деле максимально даже переходят на чартерные направления внутри России, то есть, пожалуйста, Байкал, можно улететь из Москвы, Санкт-Петербурга чартером, пожалуйста, Хакасия, Урал, Алтай и так далее. Вот здесь вопрос, насколько вот это будет, да, готов ли клиент, готов ли, например, с моря переориентироваться вот как раз на, вот, не знаю, тропу каких-то предков, да, просмотреть там в каких-то деревушках пожить, да, по, ну вот, не совсем проходимыми местами, да, то есть проехаться. Покажет уже 2020 год, насколько ли мы готовы пользоваться нашими внутренними ресурсами туризма. Львира, спасибо вам за беседу. Пока море закрыто, норильчане пытаются хоть в ванне искупаться, но поплескаться удается только в холодненькой. 25 мая в Норильске закончится отопительный сезон. Как рассказали в Интеке, после этого на несколько дней прекратится подача горячей воды. В Норильске с 25 по 27 мая, в Толнахе и Каиркане с 26 по 28 мая. Но главное, о чем спрашивают норильчане, это качество и запах горячей воды. Сегодня началось с 4 мая, после, так скажем, ухудшения качества в реке Норильская. То есть это поводок идет. И сейчас с каждым днем качество воды ухудшается, ухудшается. Сечастных горячей воды нет, конечно. Соответственно, вот качество воды в Каиркане у нас соответствует качеству воды в источнике, в реке Норильской. В Интеке заявили, что повлиять на ситуацию поможет установка теплообменников в каждом доме. На воплощение проекта по всей стране отведено 12 лет. Закон об этом был принят еще в 2010 году. Его исполнение возложено на местной администрации. До окончания отведенного срока остается меньше двух лет. Пока, говорят, от властей нет информации ни о графике, ни об ответственных, ни о финансировании проекта. А домовые теплообменники, по заявлению специалистов, подняли бы качество воды до уровня питьевой. Сама горячая вода будет готовиться именно в тепловом центре в доме. Из холодной питьевой воды. То есть она прямо в доме будет подогреваться, холодная вода питьевого качества, и поступать в краны жителей. Схему теплоснабжения администрация у нас разработала. Саму методику закрытия схемы мы разработали. В жилых домах должны устанавливаться теплообменники. Это все будет воплощено в жизнь. Только может сказать администрация. Платить или не платить, вот в чем вопрос. Услышав от федеральной власти, что в период самоизоляции коммунальщики не должны начислять пение, отключать воду и электричество, за долги многие жильцы расслабились. И удивились, когда им стали приходить смс-ки о просрочке. Но оказывается, требования вполне законные, если речь идет о долге, накопленном до самоизоляции. Коммунальщики не оставят должников в покое. Норильчане продолжают получать смс-уведомления от управляющих компаний с требованием заплатить по счетам. Решить проблемы пока предлагают мирным путем. Эти смс-ки носят уведомительный характер, но управляющая компания в любом случае оставляет за собой право обращаться в суды за взысканием задолженности за прошлые периоды. То есть было разъяснение Верховного суда, что за период с 6 апреля начислять пение, обращаться за взысканием и проводить отключение коммунальных ресурсов запрещено. Но за прошлые периоды суды такие обращения рассматривают. Суды пока коммунальщики не спешат. Уведомления сейчас больше призывы к действию заплатить по счетам. Однако избегать их едва ли стоит, добавили в управление городского хозяйства. С вами новости северного города. Продолжаем выпуск очередной серии нашего спецпроекта о норильской молодежи, материалы для которого мы начали собирать еще с конца прошлого года. Вы знаете, где живет самая северная студия комиксов? Да, снова, самая северная находится именно в Норильске. Уже 6 лет почти 40 учеников студии рисуют как выдуманные, так и реальные истории. Какие сюжеты нынче интересны юношам и девушкам и что нужно знать, чтобы создать настоящий комикс? Узнаем в очередном репортаже нашего сериала о молодежи поколения YZ. Ручки, лайнеры, диалоговые баллоны, фреймы. Эти кажущиеся нам странными слова для художников из норильской студии комиксов и манги терминология их дела. Здесь все не как в обычной школе искусств. Рисуешь что хочешь любым инструментом, а идеи истории важнее художественного навыка. Основатель и руководитель студии Николай Надежин со школьных времен увлекается изобразительным искусством. Рисовал в тетрадках, истории, в картинках, еще не понимая, что делает комиксы. В Советском Союзе они не были распространены. Мужчина вырос и почти что оставил свое хобби в далеком детстве. Но 6 лет назад все изменилось. Где-то в глубине души эта любовь к графической литературе, она у меня никуда не делась. И я потихонечку начал пробовать. Основной акцент я делаю, конечно, на развитие творческого потенциала ребят. Но с образовательной точки зрения мы уделяем большое внимание истории города. У нас есть книга Михаличенко. Мы делали книжку комиксов на рельске лета 41-го года о первых днях войны. И у нас есть еще книжка Александра Петряев. Это ветеран, в честь которого названа детская библиотека нашего города. Николай верит, что через комиксы можно учить почти всему. Ведь визуальная информация легче воспринимается и лучше запоминается. Обучение самому рисованию он проводит в три этапа. Первый – технология раскадровок. Затем – азы формы, перспективы, светотени. Под конец – компьютерная графика. Вот выпускник студии Виктор осваивает графический планшет. А сейчас что ты рисуешь? Комикс про то, как зародилось название нашего города. Чтобы люди, читая этот комикс, не просто так его прочитали, а узнали что-то новое. Я его нарисовал, когда еще занимался два года где-то. И тогда я рисовал не особо красиво и решил перерисовать его. Потому что опыт все-таки набрался. Нарисовать и распечатать полноценный комикс, связанный с городом – итоговая работа студийцев. Но Николай дает художникам творческую свободу, поэтому ребята могут отвлечься на другие идеи. Это комикс. Он немного грустный. Он про акулок, которые любили друг друга, но они так и не смогли быть вместе. А почему? Потому что общество было против их любви. Истории разные. Кто-то рассказывает о принятии себя, описывая необыкновенную жизнь одушевленной картошки. Искатели приключений рисуют похождения паладина. Студийцы выражают свои взгляды на мир, а заодно обучаются сценарному мастерству. Комикс – это не жанр. Это именно вид искусства, который сочетает в себе и литературу, и изобразительную деятельность. То есть два в одном. То есть ребенок, который создает свои авторские комиксы, по сути режиссер. Он и сценарист, и художник, и режиссер. Потому что даже здесь мы видим элементы монтажа. Кстати, на минувшем фестивале Геккон студия запустила первую аллею авторов. Это ярмарка художников, где они продают свои открытки, наклейки и даже скетчбуки. За сколько продаешь? 150, абсолютно все мои секреты, кроме этих. И хотя в студии занимаются ребята от 13 до 17 лет, комиксы нельзя называть детским увлечением. Сейчас во всем мире идет настоящий бум на этот вид искусства. Стоит только посмотреть киноафишу за год, как минимум десяток фильмов окажутся по комиксам. А ведь над ними работают вполне профессиональные художники и сценаристы. Поэтому, если есть идея и большое желание рисовать, к юным авторам комиксов в самой северной студии могут присоединиться и художники более старшего возраста. Василиса Матюшкина, Вячеслав Матвеев. Новости Северного города. Еще один новый проект скоро появится на наших экранах. Клуб исследователей Таймыра теперь не только сами себе экскурсоводы, но и сами себе режиссеры. Полевой выход – традиционно самое ожидаемое событие школы краеведа. Обычно в каждой полевке участвуют десятки горожан. В этом году в очередной выход отправляются только главные застрельщики и вдохновители проекта. И хотя пандемия внесла свои коррективы, на зло ей участников теперь может стать даже больше. Но в онлайне. Сейчас по проекту мы должны начать самые любимые, самые интересные занятия наших участников. Это полевые выходы, экспедиции, экскурсии и разные походы по окрестностям Норильска, по его историческим местам. Но в связи с тем, что сейчас у нас коронавирус, самоизоляция и, соответственно, мы ограничены в передвижениях, поэтому решили провести заочные, назовем их так, виртуальные или онлайн экскурсии. А поддержат нас в этом наши друзья и партнеры. Федерация альпинизма и скалолазания в лице Сергея Карцева, который ведет съемку. Наши партнеры – это Северный город, который тоже ведет съемку. И наши партнеры из Центра Православный Север, которые помогают нам все это дело организовать. Путь краеведов пройдет по историческим местам промышленной зоны Норильска, там, где случались самые значимые для комбината и города события. В видеоэкскурсии в дальнейшем попадут и гора Шмита, и нулевой пикет, и улицы аварийного поселка, и Дитр, и другие знаковые объекты 30-х, 40-х и 50-х годов. Ну а первую экскурсию начали отсюда – с ущелья Угольный ручей. Это ущелье во многом знаково для нашего города, потому что попытки освоения здесь продолжались и в течение 19-го века, и в начале 20-го века. Сегодня мы постараемся набрать максимальное количество материала, отснять все это, за ближайшие несколько дней смонтировать, чтобы выложить все это на сайте Кита, для того, чтобы наши участники сами могли поучаствовать в данной виртуальной экскурсии и посмотреть нашими глазами на то, что видим мы сейчас. Общая продолжительность видеоэкскурсий – больше часа. Увидеть самые интересные фрагменты в ближайшее время можно будет и в нашем эфире. Олен Бурнашев, Максим Трофимов, Геннадий Зверев. Новости северного города. Ночью в Норильске малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный – 2,7 метра в секунду. Температура в городе – плюс 5, плюс 8. В Дудинке – плюс 3, плюс 6. Днем в городе малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный – 4,9 метра в секунду. Температура в городе – плюс 18, плюс 21. В Дудинке – плюс 17, плюс 20. Здравствуйте, это Сопромат. И сегодня мне хотелось бы поговорить о числах и значениях. В понедельник на лентах новостей появилась новость, на которую мало кто поначалу обратил внимание. Заголовок звучал устрашающе. Около 108 миллионов жителей Китая изолировали из-за новой вспышки коронавируса. Согласитесь, читать такое само по себе страшно, но особенно впечатляют цифры. Пока зарегистрировано лишь 34 случая заражения. Однако власти решили прекратить в провинции Цзилинь – это северо-восток Китая – автобусное и железнодорожное сообщения. Закрыть школы и изолировать людей. Отмечается, что это привело жителей в замешательство. Они считали, что эпидемия в стране закончена, сообщает ряд СМИ со ссылкой на агентство Bloomberg. Руководство города Шулань заявило о принятии строгих мер для сдерживания нового распространения коронавируса. В частности, власти объявили о закрытии жилых комплексов, где проживают люди с подтвержденным коронавирусом, либо с подозрением на него. Раз в два дня один из членов семьи сможет отлучаться из дома на два часа за покупкой предметов первой необходимости. Въезды и выезды закрыты из Шулани и близлежащих городов. Эта реакция действительно жесткая и, судя по принятым мерам, бескомпромиссная. Закрыть целый город – это одно дело, но изолировать за какую-то пару дней почти 110 миллионов человек, что сопоставимо с населением целой страны, это, мягко говоря, не просто быстро, а даже как-то стремительно. Конечно, можно говорить о том, что с декабря 2019 года, когда вспышка коронавируса была зарегистрирована в китайском Ухане, китайские же власти накопили изрядный опыт по борьбе с пандемией и управлению населением. Можно также говорить о том, что китайцы, проявив сознательность, дисциплинированно выполняли все требования властей. Можно вообще говорить что угодно, но вот только видно, кто действительно боится коронавируса, а значит, очень хочет жить. Об этом же, кстати, говорят и эксперты. Столь решительная реакция властей Китая показывает страх перед второй волной. Эксперты указывают, что это также признак того, насколько шатким будет процесс выхода из карантина в других странах, поскольку даже малейший намек на инфекцию может привести к возвращению строгой изоляции. В аптеках провинции Цзелинь, кстати, якобы перестали продавать противотуберкулезные препараты, чтобы местные жители не смогли скрыть симптомы коронавируса и не занимались самолечением. Как полагают эпидемиологи, большинство китайцев в настоящее время все еще подвержены инфекции COVID-19 из-за недостатка иммунитета. Также отмечает Bloomberg. Меж тем, как пишет издание газета RU, в эти дни Всемирная организация здравоохранения проводит ежегодную сессию, на которой и рассматриваются вопросы, связанные с пандемией. Один из главных, на которые так или иначе придется отвечать представителям КНР, это вопрос происхождения и распространения коронавирусной инфекции. Американцы у себя дома за океаном пошли еще дальше. Один из сенаторов вообще внес в парламент страны законопроект, который предусматривает введение санкций против Китая, если тот не предоставит полный отчет по возникновению пандемии. Но тут, конечно, не нужно быть наивным и верить в саму возможной санкции. Только дурак может представить себе новую торгово-экономическую войну между США и Китаем, которую только-только замяли. Но вот обвинять всем миром Китай можно сколько угодно, особенно если согласиться со всевозможными конспирологами, утверждающими, что вирус вырвался из секретной лаборатории и является ничем иным, как видом бактериологического оружия. Другие, конечно, могут предъявлять международные иски из-за значительных экономических потерь. Но эти судебные разбирательства могут длиться бесконечно долго и вообще зайти в тупик. Кстати, Китай уже объявил, что в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере 2 миллиардов долларов, заявил лидер КНР на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Таким образом, Китай хочет стимулировать международное сотрудничество в борьбе с COVID-19. Экономика из-за пандемии, конечно, потеряла очень много. Взять хотя бы последнее сообщение российского Минфина. Согласно ему, только в минувшем апреле номинальное ВВП России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился аж на 28%. Что уж говорить о других странах, которые не стали вводить режим самоизоляции. Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times. Согласно прогнозам, ВВП Швеции в долгосрочной перспективе может сократиться на 7-10%, что, как пишет издание, является катастрофической цифрой для страны. Чтобы уж совсем не обижать шведов, пытавшихся таким образом сохранить экономику страны, эксперты указывают, что соседним государствам приходится сложнее, потому что там только-только снимают ограничения и многое запускают заново, если не с нуля. Однако, что нам Скандинавия? Во вторник вечером российская газета сообщила, что власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов, граничащие с Россией к провинции Цзилинь на северо-востоке страны. Как вы думаете, чем все это может закончиться? И не перемахнет ли вторая волна, казалось бы, крепкие государственные границы? А это был Сопромат. До встречи.